Чудеса Друзья мои, согласитесь, что каждый из нас очень радуется тем, кто приносит добрые вести. Добрые вести они и радуют, и вселяют надежду, и дают силы жить дальше. Вестники, или в переводе с греческого «посланники», так называются апостолы Божии, которые понесли добрую и благую весть по всему земному шару. 5 ноября Святая Православная Церковь наша совершает память одного из этих апостолов, апостола Иакова, брата Господнего. До наших дней дошло очень много сведений об апостоле Иакове, который был братом Божьим по плоти. Известно, что он был сыном Иосифа, обручника Пресвятой Девы Марии, и имел также братьев Иосию, Симона и Иуду. Известно, что Иаков помогал Иосифу, Деве Марии, когда они бежали в Египет, спасаясь от руки царя Ирода, когда он искал младенца, чтобы погубить его. И как свидетельствует предание, что Иаков вместе с братьями вначале не верил в Христа как в Мессию, как в Спасителя Мира. Но потом, после воскресения Христа, он всем сердцем уверовал и стал ревностным проповедником Христового учения. Известно, что Сам Господь после Своего воскресения посетил Его своим таким особым явлением, после которого Он на всю жизнь укрепился в вере и всю жизнь служил Церкви и людям, уча их тайнам Царства Небесного. Известно, что апостол Иаков был первым епископом Иерусалимской Церкви. Казалось бы, можно было поставить апостола Петра или Иакова, или кого-то из других, но именно апостолы избрали, чтобы первым епископом был Иаком. Известно, что Он председательствовал на Первом Соборе в Иерусалиме, который происходил в 1951 году. Когда Слово Божие распространялось, тогда и появились некоторые лжеучения. Мы знаем, что пришли святые люди, проповедники из Иерусалима в Антиухию и учили там, что если язычники, которые приняли христианство, не будут исполнять закон Моисея в обобрезании, то они не смогут спастись. И это внесло замешательство многих христиан, потому что не все хотели исполнять закон Моисея в обобрезании. Было решено апостолами Павлом, Варнавой пойти в Иерусалим, чтобы там вместе с другими апостолами решить этот вопрос. И вот в 1951 году на апостольском соборе председательствовал апостол Иаков. После долгих прений взял голос апостол Петр, который рассказал, как Господь привел к вере Корнилия Сотника, который был по вере язычником. Но когда Господь призвал его в его дом апостола Петра, и когда он только проповедовал Слово Божие на язычнику, уже сошел Дух Святой, как на апостолу в день Пятидесятницы. И тогда Петр сказал, как же я мог препятствовать им креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа, когда они уже были крещены Духом Святым. И после этого, после долгих прений, еще взяли слово апостолы Павел и Варнава. И в заключении апостол Иаков сказал, что это есть исполнение ветхозаветного пророчества о том, как Господь обещал восстановить с кинею Давида и привести всех ко спасению. И действительно, апостол Иаков имел решающее слово, и на соборе постановили, чтобы христиане из язычников воздерживались от блуда, не принимали, не вкушали крови, и воздерживались от пищи, от удавленины, и также к ближним относились так, как бы они хотели, чтобы к ним относились. Апостол Иаков вел очень праведную жизнь, потому что известно, что он был назареем еще с юности. Он не пил вина и секера, он не вкушал мяса, молочного не вкушал, он вкушал такую скудную пищу. И его уважали не только христиане, но многие иудеи его почитали, как за святого. Известно, что апостол Иаков написал литургию. Это чин, когда все христиане собирались вместе, совершали богослужения, где молились о ниспослании святого духа, когда хлеб и вино прилагались в тело и кровь Христа, когда многие христиане вкушали вот эти дары и принимали вот эту духовную пищу и становились наследниками Царства Небесного. Известно также, что он написал свое соборное послание. Послание его очень поучительное для каждого человека. В этом послании говорится, что вера без дел мертва. Многие люди говорят, что я верую и верую в душе, а в Храм Божий ходить это уже такое дело. И многие люди считают себя христианами, верующими людьми, но в Храм Божий они не ходят, в грехах не каются, не причащаются. И это такая пустая вера, которая не дает человеку спасения и не дает ему жизни вечной. Апостол Яков говорит, что и бесы веруют, и трепещут, но не каются и погибнут. А мы имеем возможность в грехах покаяться, мы имеем возможность причаститься к святых христовых тайн и получить благодать Духа Святого. Потому что даже, как я вспоминал, апостольский собор, то там решалось, кто главный, Моисей или Христос. Закон или благодать Божия. И вот было решено, что мы спасаемся благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Потому что и в Ветхом Завете многие люди жили праведно, но это не давало им возможность быть наследниками Царства Небесного. А только через воскресение Христово люди могут войти в жизнь вечную. И что хотелось бы сказать, вспоминая жизнь этого угодника Божия. Хотелось бы пожелать всем, чтобы мы с вами подражали его праведной вере, праведной жизни. Потому что быть твердым в вере – это очень важно для каждого человека. Как Господь неоднократно говорил, что по вере вашей да будет вам. А в наши дни люди теряют веру и живут по стихиям мира сего. Откуда ветер дует, и они стараются вот так вот придерживаться таким взглядом, таким традициям. Вот в наше время, вот в эти дни, буквально, можно сказать, чуть ли не в каждом магазине, зайдешь и видишь горбуз какой-то, нам навязывают празднование праздника Хэллоуина. И этот праздник имеет языческие корни, которые не имеют никакого отношения именно для нас, христиан. И хотелось бы сказать, что за всю историю человечества только дважды народ так уже обезумел, что была переполнена чаша терпения Божия. Это было перед всемирным потопом, когда народ возвратился, что Господь не смог уже терпеть вот тех беззаконий, которые совершало человечество. И Он послал всемирный потоп, чтобы истребить грех и искоренить зло, и погубить вместе с такой жизнью всех людей. Второй случай в истории – это перед предшествием Христа. Народ настолько отошел от праведной жизни, что уже Господь послал в этот мир Своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он вознес наши грехи на крест, указал нам путь в жизнь вечную, чтобы мы с вами были достойными наследниками Царства Небесного. И в наши дни хочу сказать, что вся преисподняя уже поднимается, потому что зайдешь в один магазин, там какая-то ведьма стоит, в другом смерть стоит, и люди играют с сатаной. Они в этом ничего не видят, ничего страшного. Они говорят, что здесь плохого, когда мы переоденемся, когда мы сатану прогоним и тому подобное. Вы знаете, что, как говорят психологи, что если дети участвуют в этих праздниках, то со временем оно очень пагубно сказывается на их психике, потому что есть люди не крепкие в вере, и они очень мнительные, и со временем они боятся темноты, они всего боятся, они не могут как-то найти покоя в жизни, и все в жизни как-то не ланится. А те люди, которые более крепкие в психике, они вот еще более расслабляются, они считают, что все это игры, ничего здесь страшного нету, и тем самым они теряют страх Божий. А как мы знаем из Священного Писания, что начало премудрости – это есть страх Божий. Поэтому дай Бог, чтобы мы, православные христиане, избегали вот этих увеселений, и даже заходя в магазин, если видим, где люди поддерживают вот эти языческие традиции, дай Бог, чтобы мы ничего там не покупали, потому что на апостольском соборе было сказано, чтобы христиане воздерживались от употребления идоложертвенного. А если люди вот в магазинах уже они стараются и сатану поставить, или образ лукавого, и тем самым как-то так привлекают людей, дай Бог, чтобы мы как-то имели страх Божий, избегали вот этих общений и оставались солью земли. Потому что Господь сказал апостолам и христианам, что вы – соль земли. Если же соль потеряет свою силу, то она уже ни к чему не годна. А известно, что ради избранных Господь миловал и всех людей. Поэтому дай Бог, чтобы мы были этой солью земли. Святые апостоли Иакове, моли Бога о нас!